Вот еще какой-то. А это, скорее всего, просто остановка. Вот это, да? Да, помнишь, мы вот здесь вот останавливались. Вот такой нам надо найти, чтобы потом переночевать. Тепный туалет здесь есть, кафе, СТО. Что-то еще делают, наверное. Нет, есть, наверное. Нету, да, ночлега? Только кафе. А здесь рядом деревня. Вот что за деревня? Здесь в Узбеке всегда останавливаются. Да, мы остановились, и автобус полный был тогда, когда еще все было спокойно. А мы воду хотели, да? Вода у нас кончилась. И мы остановились. Вот деревенька тоже небольшая. Это у нас будет... А, Драгомировка. Драгомировка. Вот что интересно, здесь название вот в сторону Петропавловска не поменяли. Какие отменяются, но... Ну нет, вот почти до Петропавловска русские названия. Вот, Драгомировка. Драгомировка. Сколько страны есть? Драгомировка, да. А имею в виду Драгомировка. Вот такая вот деревня. Вот мы проезжаем Драгомировка. И нравится, а многим нравится в деревне жить. Ничего не надо. Маменька есть, дом есть. Да, печку натопил. Да, затопил печку и сиди. И сиди. Работы нет. Занимайся своим хозяйством. Но все равно печку натопить. Главное, здоровье. Вот проехали. Вот с левой стороны тоже какая-то деревня, но она далеко. Ее не видно. Вот с левой далековато деревня. Сейчас мы прочитаем, что за деревня. Так, это у нас Ивангород. О, Ивангород. Вот тоже второе название. Вот город. Вот когда едешь от Щучинска до Астаны. Там все казахские эти поменяли полностью. Там не осталось, по-моему, да? Нет, там нету. Сразу вот их поменяли. А вот в эту сторону все равно. Беспорядок какой-то, я думаю, да? Почему не меняют, да? Как вы думаете? Все, надо поменять. Вот большая деревня. Нет, это киллеров. Сейчас посмотрим. Что это за деревня? О, какая она длинная, тянется далеко. Может быть, не киллеров. Мне кажется, киллеров какая-то. С этой стороны вот дома. И с левой стороны очень длинная деревня. Такая большая деревня. Как-то уже... А, да, киллеровка. Это, наверное, делают тоже как гостевые. Кафе будет. Вот, киллеровка. А направо богатыровка, оказывается. Я думала, это тоже киллеровка. Вот, богатыровка. Почти рядом, да? Киллеровка и богатыровка. Через дорогу. Тоже какой-то был этот... А, богатыровка туда? Да. Вот, богатыровка вправо, а киллеровка слева, получается. Сейчас мы будем мимо поста ГАИ. Но сейчас, наверное, тоже нету поста ГАИ. Тут они всегда находятся. Всегда, да, находятся? Это будет ограничение. Сорок километров в час. Лавровка куда-то влево. Лавровка, Петропавловск прямо, Таинша вправо. Католический храм, алтарь, звезда Казахстана налево. До Петропавловска сто двадцать три километра. Такой вот объезд здесь. Нет, сейчас нету. Раньше здесь стояли, постоянно ГАИ было. И даже нету этот, светофор отключить, да, почему-то. Вот проехали киллеровку. Озер на тридцать два километра. Сакральное место. А что это такое? Озерное, не знаю. Что-то знаменитое какое-то. Сакральное место. Надо как-нибудь съездить. Такое место. Простите. Простите. Католический храм на тридцать два километра. Простите. Озерное место. Вот еще какая-то деревенька, небольшая. Вот этот нас отгонял. А это, ну, это тоже, как всегда, остановка, столовая или кафе. Это она какая-то такая разбросанная, да? Такая, наверное, заброшенная наполовину деревенька. Так, ну-ка, Кременчуг. Кременчуг. Что такое? Опа! Боже мой! Думал, что-то у него оторвалось, что ли. Вот такая вот деревенька. Она может быть туда дальше. Дальше. Вдоль дороги растянулась. Везде вот эта техника стоит. Остановки. Как в сады тут, да? Смотри. Тут непонятно. Нет, тут как дома, жгут. Ты думал, что они тут как в сады, как в даче, что ли? Как-то непонятно. Заборов нет? Вот и вот она стоит. Нет, почему? Есть заборы небольшие, старые такие заборы. Ой, ну вообще он покосившийся. А здесь тоже вот стоянка. Закончилась деревня. Едем дальше. Мелкие деревеньки мы проехали. Мы их не снимали, так как они очень далеко. Вот дороги. Это тоже далековато. Это тоже далековато. Ну, посмотрим, что за деревня. Сейчас мы проехали Сарыбай. Там несколько домиков и большое-большое озеро. Так, ну, а это у нас будет Рощинская. И Киалы. Право Киалы, а налево Рощинская. Вот такие вот у нас небольшие деревеньки здесь. Такие Аллы. А Рощинская побольше, да? Рощинская большой, автобус Петропавловская курит Рощинская. А Киалы маленькая. Прям кладные сейчас здесь. Вот такая деревенька. Большая. И уже подъезжаем к Петропавловску. Ну, еще далековато, но все равно уже почти рядом. Озеро с одной стороны, с другой стороны озера. Вот перелетные птицы вот заразу притащили сюда. Посмотрите, сколько птиц или гусей, или уток от озера. Петропавловская птица фабрика пострадала, если... Петечева гриппа. ... ... ... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямо там во дворе почти Да, это Бесколь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, отъезжаем мы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну моет, видишь как щетками Машина идет. Видишь? Раздевала Ну, я думала, она просто едет Моет Дорогу Ограждение А, ограждение. А я думала, дорогу дубут, да? Спутку будет. Как будто, да. Что-то едет как-то. Вот какой дом. Выстроили. Так, налево центр, Петропавловск прямо. Центр это пешкульская, пешкуля. Это все пешкуль вот это. А, ну что. Большой, конечно. Смотри, как он несется. Какие-то ненормальные, да? Вот так вот нарушает. Прям и разворот резкий. Вот. Дом стоит. Сколько он? 76. Ну, пока посмотрим. Вот такие вот тут дома. Двухэтажки. Ну, остановимся где-то, да, и посмотрим, может, перед заправкой и глянем. Нет. Ха-ха. И что, проехали? Ага, нет. Еще только к Петропавловску подъезжаем. Так, ну вот, бешкуль закончился. И скоро будет Петропавловск там что-то какие-то или буквы, или что там написано. Вот интересно, а с этой стороны все заправки? А с этой стороны я не вижу вообще. Ну, найдем. Сколько бензин? 155. Везде 155. Такое у нас 153. Вот так. Так. Вот это. Казаховый он теперь. Как на Игановском. Направо аэропорт. Прямо Петропавловск. Что? Жарко стало что-то. Ничего, это жарко. О, это, знаешь, какая стойка тут. Красиво. Welcome to Петропавловск. Добро пожаловать в Петропавловск. Вот такая вот стойка. А вот, добро пожаловать. Сейчас как раз обед. Час пик. Да? О, какие велосипедисты. Смотри. Ага. Велосипедисты. Да, даже сделали зелененькие человечки. Здесь уже и сосны. Это посадки. Посадки, но все равно. Там все, степь, степь была. Вообще надо везде, наверное, сосны засадить. Да, сейчас туда. Направо сейчас же пойдем, да? Да, направо туда поедем. Ну, вот здесь где-то пост ГАИ был. Да? Раньше. Да, вот он, пост ГАИ. По левую сторону, туда дальше. И потом туда, направо. На Омбы. В сторону Омска. Там этот, светофоры. Пока зеленый прямо и направо горит. Все. Только направо пошло. Можно ожидать и бегать. Направо, да. Вот. Полиция. Прямо. А нам направо. Но мы в город не заедем, да? Нет, конечно. Будем сейчас. Будем направо, да? Ну, там бы и будет заправки, наверное. Потому что, как на ту сторону. Здесь до Булаева. До Булаева еще километров. Сейчас посмотрим. 100. Отсюда 100 километров, да? Да. километров 200 еще потом до Омска. Вот расстояние большое. Там, если у нас было 1150, то тут получается 1300, что ли. Ну, зато вот по трассе проехали все. Да, но по нормальной дороге, а то потому что едешь медленно. А так едешь уже на одной скорости. Там за Ленинградским же яма на яме. Там 40, 50 и 30. Не стали рисковать. Поехали по хорошей дороге. Волота тоже и справа, и слева. Ага, и дома, смотри, как будто и на сопках, и вверху, и внизу. Это дача? А, это дача. Справа кладбище. Крестьянское. Волоте дача, да? Ну, болото... Комаров кормить ли это? Только что комары, да. Так, вот смотри теперь, куда он был. Так, сейчас смотрим. Налево центр, а Омск вот так вот как бы направо, в угол вверх. Вот по ней поедем. В этой трассе мы еще не ездили. Первый раз мы едем. Мы все время, как это? Через Бедаик, да? Или как? Через Бедаик. Через Бедаик на Одесское. На Одесское. А тут вот решили. Так, посмотрим. И, кажется, будет на этом. На границе народу много. Так, сворачиваем направо. Налево пошел на Петропавловск. А здесь теперь направо. Ну, тут трасса-то такая, казовая. Там меньше было всегда, там легко проходить было. О, какая-то церквушечка. Да? А тут кладбище, видишь? А, да. Тут же это и он сразу же и ритуальный, и всякий памятник. И садовод, торговый ядер. Можно восстановиться. А, так тут, смотри, тут и сразу кладбище вот это, да? Вот это кладбище. А, я думала, здесь памятники, что ли, продают. Так. Думаю, так стоят прям. А где? Интернет. Так, ну, прижмись куда-нибудь. Здесь он ловит, да. Быстренько глянем, так тут никому не мешать. Расстояние, да? Смотрели расстояние от Петропавловска до Улаева. Где-то около 100 километров. По прямой, а по прямой там, мы не знаем. Вот блокпосты, какие блокпосты. Никого проезжали, никого, никто, ничего. Вот так. Ага. Это что-то. Так, пешеходный переход. Переходный переход. Мы посадили деревья, да, чтобы... Грязь, наверное, не эта, да? Да. Так, 55 ваша скорость. 53. А сколько надо? 60? Поеду 60 почти. Вот тебе и смотри. Как доверять? У меня спидометр 60, пока у меня так 54. Значит, твой спидометр неправильный. А у них правильная сеть. А это что за кучки какие-то? Что это означает? Ага. Прям много чудов. Интересно. Для чего? Да. Вот здесь вот дома. Вся грязь туда. Машины какие стали делать, видишь? Где? Здесь, наверное, что-то будут, наверное, это... Ну, дома строить. Может, что-то проводят сначала. Проведут воду. А вот эта инфраструктура, когда начинают делать все сразу, уже, чтобы провели водопровод, канализацию... А потом уже строят дома, да? Вот это очень разумно. А потом, как у нас, да, не было. А сейчас все проводят, дороги только переворачат. Сначала строят дома, а потом думают. Ну, это, скорее всего, да. Здесь будут, наверное, домики. Вот, 300 километров до Омска. До Омска 292. Вот. Вот опять еще такой же дом, как пеной вот неотделанной. Ну, вот видно специальное такое. Вот, 100 километров до этого, и потом 200 еще, еще 300 километров. Еще 300, да. Почти 400. Почти 400 километров. Короче, такое же расстояние, как от Чучинска до Омска. Почти 400 километров до Омска. Еще столько же, да, он не поет. Да. А что, здесь железная дорога? А, да. Не видно ее, да? Вот такая железная дорога, значит, она и есть. Нет, есть она, видимо. Так. Ну, вот. Потом подъедем поближе. Перед границей, на границе снимать нельзя. А до границы мы немножко поснимаем. И все. Склад какой-то направо пошел. А это, наверное, а что это такое? Смотри, сейчас куда на Омск. Сейчас будем смотреть. Направо? Я думаю, что направо. Налево Петропавловск. Или прямо? Подожди-ка, подождим. Омск направо, а Кустанай прямо. 278. Вот эта заправка. Не надо эту. О, какой этот большой. Тоже, наверное, барм... А, бармалей какой-то. О, здание какое-то. А это Петропавловск. В стороне. И дорога на Омск. Булаева 89 километров. Показывает Омск 277. Да, на 75 еще. Почему? Больше, чем на Петропавловск. Еще неизвестно, сколько на границе, да? Да. Много народу. Немного. Проедем, не проедем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова